Ну вот, аэропорт Барселон-Эль-Фрат. Сразу хочу вам сказать, в Барселоне три аэропорта. Реус, Жирон и Эль-Фрат. Хотя Реус и Жирон находятся в 80-90 километрах от Барселоны, в конечном пункте у вас будет стоять Барселоны, куда особенно летают в том числе Московский лоукорск Победы. То ли в Реус, то ли в Жирон. Так что будьте внимательны. А мы поговорим, как добраться из основного аэропорта, куда прилетает большинство самолетов в Барселону и в Праду. Аэропорт очень большой. Если вы вдруг будете вылетать, идите заранее. В том году я, вылетая в Неаполь, бежал с багажом по всем этим дорогам, так как вылетал из дальних терминалах, и минут 15 еле успел. Но добраться из него в город, мы так как прилетели, мы пока еще никуда не улетаем. Добраться из него в город достаточно просто. Есть несколько вариантов. Самый простой это аэробик. Стоит он 5 евро 90 центов. Я вам сфотографирую, будут цены изменились за этот год. В том году так стоил еще. Если что-то изменилось, когда мы к нему подойдем, я вам скажу. Также мы провели ветку метро. На нее действительно в том числе берет 510. Можете общественный транспорт, но это долго и не... Но на это общественный транспорт, на автобусы, на обычной рельсу и на метро. Билет стоит 2 евро 15, если вы берете 510. 510 это такой билет, он действует на 10 поездок в метро, либо на автобусе, на общественном транспорте Барселоны. Правда в одной зоне. Аэропорт входит в эту зону. И еще есть железнодорожный транспорт, поезд Рынье. Но не парьтесь, честно, доберитесь на аэробусе, это гораздо быстрее. Аэробус будет ехать до центра города. В любом случае, на чем бы вы ни добирались, очень хорошо развито метро в Барселоне. Просто посмотрите, где находится ваш отель, в какой веткой метро, в какой станции. Купите билет Т-10, он продается, либо в табаке, в таких магазинах табак, которые называются, либо на остановках метро. И путешествуются на метро. Очень большие терминалы, так что будьте внимательны, когда вы летаете из города, лучше придите заранее. Ну вот, смотрите, мы выходим из аэропорта, вот везде есть такие табло. Идите по ним. Кстати, до выхода идем вот 10 минут уже. Так что будьте внимательны, когда сюда приходите на посадку. Вот, допустим, видите, стрелочка, аэробас, обычный автобус и железнодорожный транспорт. Просто идите по стрелочкам. Вот, как вы видите, прямо метро и автобусы. Направо автобусы и железнодорожный транспорт. Вот, смотрите, мы прошли вот сюда. Сразу видно аэробас, автобус. Вон там метро. Вот, вы видите, такие обозначения Т1, Т2. Это трансфер из одного терминала, Т1 в терминал, в другой, в Т2. Но нам нужен аэробас. Вот мы спустились вот по этой лесенке. Поэтому эскалатору цена 5,90. Вот такой аэробас. Голубой он. А один едет до площади Паталонии. Как вы видите, у него еще есть очередь. Так как мы прилетели в сезон днем. Если хотите, вот здесь можно купить тикет. Если хотите, сейчас открылось метро. Вот метро. Видите, станция метро. Вон туда идут стрелочки. Если хотите проехать на метро, сэкономить деньги, идите туда. После того, как вилет в строй провели метрополитен сюда, буквально провели полтора года назад, смысл ездить на обычных автобусах. Никакого нет. Метро ходит гораздо быстрее. И очень развито в Барселоне. Либо на аэробасе, либо на обычном метро. Остальные способы я не буду показывать, так как в них нет смысла. Обычный автобус, либо железнодорожная станция. Итак, билет туда-обратно, как и во всех разных странах, стоит меньше. То есть, если туда-обратно, 10 евро 20 центов. Если в один конец, 5 евро 90 центов. И нас автобус довезет до площади Каталония. В пути он должен быть 30-35 минут. Если все нормально. Хотя здесь пробок никогда не бывает. Вот считайте, если вы поедете на обычном метро, вам больше часа нужно будет добираться. Так что, сами решайте. Если на автобусе, который останавливается на каждой остановке, тоже больше часа. Но, естественно, там дешевле. Вот мы подъезжаем в площадь Каталония. Можете выйти на Испанию. Также на площадь Университад. Автобус работает с 5 до 24. В обычные дни. В пятницу с 5 до 2. В субботу. Всегда. Но, возможно, изменения расписания. В том числе и зимой. По-другому он может работать. Так что, лучше уточните. Вот мы вышли из баз туристика. И буквально вот на площади Каталонии. Вы видите букву N. Там метро. И также на Испании. Либо на Университаде. Где бы вы не вышли, вы найдете обязательно метро. Нам ехать всего одну остановку на метро. Поэтому мы даже, может, прогуляем сейчас пешком. Ну вот мы в аэробусе. Который идет в аэропорт. Вот также он езжается в площади Каталонии. Голубой аэробас, на котором мы ехали сюда. 5.91 конец. Ходит каждые 15 минут. В ночное время уточните расписание. В зависимости также от времени года. Но каждые полчаса ходит. Даже ночью ходит. С какого времени полчаса, сколько 15 минут. Уточните, зависит от времени года. Ну все. Мы поехали из Барселоны. Заходите на сайт business.sam.ru Где я буду делиться своими впечатлениями о поездках. И рассказывать многие полезные вещи, которые сэкономят вам деньги. И просто помогут качественно попутешествовать. посмотреть интересные места. Все. До встречи в следующих видео.